Приветствую вас на канале Esplay в прохождении Assassin's Creed Братство. Так, в прошлой части мы выполнили все виртуальные тренировки. Все в одной серии уместили, поэтому в этой будем проходить дальше сюжетку. Но имеется ввиду только сюжетку, потому что здесь, собственно, пока ничего нам еще нормального не открыто, чтобы что-то дополнительное открывать. Сейчас нам в сюжетке будут рассказывать, как точки обзора открывать, как уничтожать башни там и так далее. В общем, мы это сейчас пройдем, а потом уже попутно будем и все вторичные задания выполнять. Терракотовый горшок. Ну вот, собственно, отправляемся к заданию. Там нас Никола ждет. А, здесь по-быстрому спустимся. Думаю, что да. Не будем злить стражников на крышах. Он должна быть опаздывай. Да, опаздывай. Вот забавный сможет передвижить. Надо его задержать. Ага, попробуй сначала задержи. Так, что-то далеко сильно этот значок оказывается. Я думал, он рядом. Мавзолей августа. Это вот этот, что ли? Там вроде значка не было, да, с глазом? Значит, тут знака истины нет. Вот, прибыли к заданию. Хорошо. Наверное, он нам расскажет то, что можно перемещаться с помощью вот этих вот входов в подземелье. Поспорим? Сопровождайте Макеавелли и защищайте его. Так, для полной синхронизации убейте капитана Боджи, бросив его на помост. Следуй за мной. Постарайся не привлекать внимания. А я привлекаю? Ну, на самом деле, своим одеянием да. А что, на него нападать еще сейчас будут? Я чуть не помню, если честно. Хоть бы рассказал, что-нибудь пока идет. Купи недостающее снаряжение. Без него время ты долго не протянешь. Ох ты. Ничего себе. Самой мой клинок. Сейчас у меня научат пользоваться магазином. Устража есть ружья. Благодаря Борджи. Но я помогу тебе. Так любезен. Ты у меня в долгу. Ты слушайся к голосу разума. Если я его услышу, я тебе сообщу. У тебя очень забавный воротник на шее. Благородная семья. Здесь вы платите за качество. Это рекламный слоган, что ли, был у него? Так. И что мне сделать? Инвестиции? Ну-ка, ну-ка. Что это такое? Прикольно. Слушай. Ладно, пока этим не будем заморачиваться. Ремонт почему-то нельзя. Доспехи. Ну раздал он нам денег. Так, а сколько он нам дал? Нам хватит и на доспех. И, собственно, на стилит. О, теперь ремонт доступен. Но ремонтировать нам нечего. Все. Не обижайтесь, но мне показалось, что у вас нет денег. Бенни, теперь ты сможешь добраться до Флоренции. Возможно, но я не еду во Флоренцию. Что? В стране не будет мира, пока мы все не восстанем против Борджа и их слуг-темплиеров. В Монтери Джоне ты не был таким храбрым. Я же не знал, что они так быстро найдут меня, что они убьют Марио. Родриго окружил себя убийцами. Даже свою дочь Лукрецию он превратил в опаснейшее орудие. Но и она не сравнится с тем, кто устроил нападение на Вил. Это настоящий лидер, решительный и беншалстый. Законы он презирает. Ради власти он убил даже собственного брата. Те, кто не стал его жертвой, стекаются под его знамена. Могущественные семьи Арсении Колонна присмыкаются перед ним. И сам король Франции и его союзники... Назови его имя. Чезаре. Командир папских армий. Как он собирается распорядиться властью? Что им движет? Этого я не знаю. Но он вознамерился покорить всю Италию. И похоже, ему это удастся. Похоже, он очаровал тебя. Он умеет добиваться своего. Это редкое качество в наши дни. Он разумеял? По-моему, я только что обокрал Никола, да? Ну-ка, секунду. Похоже, я все-таки его обокрал. О, голубки стоят. Давай, что-нибудь рассказывай. Может, возьмем лошадей? Рим большой. Пока Чезаре одерживает победы в Романии, влияние Борджия растет. Я не подчиняю тебе город, квартал за кварталом. Здесь мы не можем брать лошадей в конюшнях. Значит, теперь воля Борджия закон? На что ты намекаешь, Эцио? Не придуривайся, Макеавелли. У тебя есть план действий? Я импровизирую. Так, сразу нам предлагают завалить капитана, да? Но, как мы помним, мы должны его бросить на помост. Сначала нужно еще определиться, где этот помост. Мало нам было забот. Так теперь в нашу старую больницу будут свозить больных со всего города. Так, где этот капитан-то? Собственно, вот тут внизу. А, он стоит вон там. Другого выхода там, наверное, нет. Блин, а я их в раз не смогу замочить. Ну, хотя бы одного. О! Сейчас подождем, пока вон те пройдут. Чтобы они тоже на нас не напали. Хотя они, наверное, в любом случае нападут. Да что ты не прыгаешь-то, боже мой. Так, я их надо убрать, чтобы мы их сплотить. Пауло, чего ты ждешь? Мы порция. Мы не знаем страх. Хватай его. Ты что, блин, делаешь? Ух ты, зараза. Да ну нафиг. Убей его, Пауло. Чего ты ждешь? Ну-ка, отвянь-ка от меня. Отстань от меня. Так. Болин, где помосты? Вот и, наверное, помост. Отпусти меня. Есть. Это, походу, был помост. Блин, он меня почти грохнул. Я сглупил. О, сколько у них полезностей всяких. Ни черта себе. Кстати, я опять же ступил. У меня же было лекарство. Чего я не вылечился? Сейчас по-быстрым обычаю. Я смотрю, у них много всякого добра. Так, идем к Макиявелле. Сейчас он нам расскажет, как захватывать форпост Борджа. Я ошибся у нас не научат, мы научимся сами. Пойдем покажем, что нужно делать. Яков Адеграсси убит. Да я ему, собственно, ничего не сделал. Просто кинул его на доски. Адеграсси убит. Я приводил его. Что? Как с ума? Как с ума? Как с ума? Стоп? Похоже, что эту конюшню теперь можно купить. После вас. Напоминаем, что не следует пить воду из Тибра южнее Марсово поля. Установлена связь между этой порочной практикой и недавней стичкой Тибилиса. Да, мы правильно бросили его на помост. Во фланре открыт чудовищный способ лечения податуры. Так, ремонтируем конюшню за ноль. Смотри, как круто, бесплатно. Все бы так ремонтировалось. Она теперь нам будет приносить целых 48 рублей. Отправляйтесь вместе с Макеавелли на Капитолийский холм. Для полной синхронизации нужно не дать себя ранить. Ух ты, 9 конюшен надо обновить. Уфигаси. Так, лошадка. Блин, почему я на лошадь не могу сесть? Мы желаем соболезнования всем англичанам в связи с гибелью их посла. Так не честно. Ты жди меня, куда ты свалил-то правильно, блин? Мне остальных лошадей не дали взять. Ну, в смысле, даже одну. Раз так рассказывай, хотя бы историю поймите. Так, а вот тут глазик у нас есть, пантеон. Ты умеешь наносить раны от зоны. Но можешь ли ты исцелять их? Там еще, кстати, пирог. Я лечу болезнь, а не симптомы. Хватит играть словами. Ладно, давай начистоту. Смерть Родриго Борджио ничего не изменит. Я не соглашусь с тобой. Посмотри на город. Это оплот Борджио. Смерть одного человека ничего не изменит. Мы должны лишить их власти. Ты предлагаешь обратиться к народу? Возможно. Полагаться на народ значит строить замки из песка. Ты ошибаешься. Вера в народ. Вот это превращение. Это основное принцип братства ассасинов. Ха-ха-ха-ха. А это один из избранных. Верни деньги, которые он украл. Так, выберем руку, чтобы не ранить его. Собственно, хоть он и вор, это не значит, что он заслуживает смерти. Убирайся, пока я не пожалел о своем решении. Я еще и у него деньги отобрал, кстати. Пойдем вернемся к Капитолию этому. Что там было? Я там видел перо. Ой, случайно человек обокрал. Перо, и там должен быть еще знак истины. Так, это он? Нет, не он. Вот он. Попробуем с другой стороны лучше обойти. Может где-то здесь полегче есть? Там как-то странно. Ха. Может внутри есть этот знак? Да, вон он. Хорошо. Сейчас мы его сосчитаем. Считаем. И... И... А, вон оно. Ты исчез с радаром. Где ты был? Не знаю. Может в поврежденном воспоминании? Тебе лучше остановиться. Я в порядке. Давай продолжать. Группа 1. Загрузка. Верховные повелители. Они не работали, но правили с высоких тронов. А, я думаю, здесь нужно... А, я думаю, здесь нужно... А, тех, кто... Сколько? 5 надо выделить, да? Ну, по-любому... Вот этот вот... Здесь повелитель какой-то есть. Вот этот, вот этот... Вот этот... Не знаю, этот повелитель, нет? Ну... Наверное, все-таки... Так. Загрузка. Люди делают два шага вперед, отдаляясь от правителя и его нахмуренных бровей. Ну, это что, значит, от короля, да? Нам нужно отойти на два шага вперед. Это пешкой походить, я так предполагаю. Ой. Это ферзь, что ли? Загрузка. Они все больше осознают наше присутствие. Мы уже не можем полагаться на божественное право аристократии и на власть. Нам нужна новая, более тонкая система управления. Загрузка. Зона карантина. Загрузка. Загрузка. Так, что-то мне тут найти нужно. Карантин снят. Я положу видеофайлы объекта 16 здесь. Надеюсь, что тебе удастся расшифровать их. Опять наш Небезызвестный объект 16 Ну собственно увидим мы Весь ролик целиком Когда все соберем все частицы Понятно Идем теперь за Кстати его тоже можно восстановить Это здание находится под влиянием Башни Боржи Поэтому нельзя лучше Давайте отметим его А он отметит ближайшую башню Которая его прикрывает Понятно Значит пока что Не судьба Ну что то вот здесь не сможешь залезть Ай короче фиг с ним Ладно Он все равно Перо я смотрю отметилась на карте Поэтому пойдем в задание Потом соберем Нас ждут пока что Более важные дела Влияние Боржи Мы здесь обязательно уменьшим До нуля А молодец Конечно ты Очень правильно сделал Так и нужно было Капитолий Самый известный из семи холмов Рима Его история тесно переплетается с мифами На Капитолийском холме Было построено несколько крупных храмов Среди которых храм Юноны Заметьте И храм Юпитера Капитолийского В семьдесят девятом году На Капитолийском холме Также находился Табулярий Главный архив империи В средние века Капитолий стал административным центром города Впоследствии Многие здания были Отреставрированы Микеланджело Понятно Я думал будет что то более Существенное Но Занимательно Что боги римские Римские богами Были Ну назывались Юнона Юпитер Представители первой цивилизации Отстаньте Женщины Я пока что Самый губняк Так где задание Наверху что ли Разве это Законно? А Не мое дело Что за прикол? А Вон оно А мне туда как попасть Ты забрал деньги у нашего друга? Да Небольшая победа Если мы приложим усилия Побед будет больше Когда нибудь На нас обратит Внимание Чезаре И тогда нам Конец Однако Где же Веницу Он должен был Перехватить То письмо За мной Ладно Ладно Хоть в этот раз Он для меня Лошадь Тоже Нашел Отправляйтесь На встречу С агентом Маккевелли И заберите У него Письмо Для полной Синхронизации Поймайте Курьера Боджа В течении Одной минуты Колизею Идем Ну что ты опять молчишь Рассказывай давай Что да здесь Да как Дворец сенаторов Здесь тоже Значок Запомним Дезмонд Я не знаю Что ты там Ищешь От 16 Но в последний раз Тебе кажется Помогло Орлиное зрение Да ладно Видите Немного мы Не дотерпели До Того Как нам Стали объяснять Что нужно делать Че молчишь Давай историю Расскажи Папа поступил Очень хитро Сохранишь Так называемое Правительство Этим он без труда Обманул Твой любимый Народ Когда ты успел Стать таким циником Я всего лишь Реализ Но возможно Еще не все Потеряно В Риме У нас есть Союзники Однако Неизвестно Сумеем ли Мы сохранить Колизей Тоже можно будет Восстановить И здесь Еще и Есть Он пытался Украсть Папскую Часть истины Пердонати Миссиера Но вы ошибаетесь На кого ты работаешь Латро Ни на кого Поверьте Значит Никто тебе И не заплачет А почему я так Не могу Ого Он бежит Слишком быстро Грация Где оно Письмо Все еще у курьера Останови его Курьер стоял И смотрел Все это время Так А мне тоже Нужно Нет Нужно Просто Его сбить Что за письмо Какой-то Шифр Или догадывает Что мы сейчас Будем делать Мы наверное Пойдем К Леонардо Так Нам предлагают Выйти из Анимуса Чтобы какое-то Сообщение Прочитать Давай Попробуем Не вставай Слишком быстро Почему Что будет А ну В принципе Да Я же долго сидел Так Где мои сообщения Что с тобой Мы застряли В этом подземелье И ананас Идет охота Здесь Мод безопасности Не волнуйся Надолго Видик Не сдастся Я знаю И мы не сдадимся Мне некогда болтать Обычно По три раза Разговаривают Все еще Руководишь Командами Связь оборвалась Ребекка пытается Подключить нас К сети Тебе не стыдно Перекладывать Всю работу На даму Тоже мне Дама Эй Мы в безопасности Меня больше волнует Судьба остальных Ассасинов Если Абстерго Добудет координаты Храмов Это будет Катастрофа Все кто знает Про храмы Находятся здесь В этой комнате Это верно Пока Но кто знает Может они подслушивают И ты нас сейчас выдал Ты первый заговорил о храмах У тебя паранойя Тезмот Кто бы говорил Нам некогда Полтать Понятно Почему мы должны Целый день торчать здесь Абстерго До сих пор ищет нас Лучше было бы Совсем не выходить Отсюда Но у нас тогда Закончится припас Это все равно Что сидеть в пещере Во время ливня Да уж Думаю Что скоро Начнется сезон Муссонов Ты пользовалась Анимусом? У твоих предков Была такая интересная жизнь А у моих Жуткая скука И кем ты была? Старой девой? Наверное Хуже Каким-то прусским наемникам Сплошная стрельба Скукота Да Пушки Это для слабаков Работаю над кодом Понятно Пойдем Прочитаем Вон сообщение Нам Подсветили Почтовая сеть Дефест Выберите Учетную Запись А я что Любую могу Что ли Выбрать Ну-ка Так Пароль Ладно Войдем Под собой Одно письмо Расписание на неделю Понедельник Анимус все Поход за продуктами Уборка Дневное дежурство Вторник Анимус все Уборка Дневное дежурство Короче Здесь одно и то же А нет Смотри-ка В пятницу Завтрак Для всей команды Готовит Королевский шеф-повар Шон Гастинс Дневное дежурство Собрание Дневное дежурство Надо же Какие они Организованы Даже собрание У них есть Я ни под кем Больше войти Не могу Да Нафиг мне это сообщение Довольно бестолковое Пойдем обратно Ай Пойдем обратно В анимус Зря вылезли Можно идти Так вот Сокровище Мы заберем Оно похоже На втором этаже Да бог с ним Ладно Ну имеется ввиду Пока что Не будем его брать Потом мы его Обязательно соберем Где там наш Никола Эсквилин Далеко бежать Может мне проще Лошадь взять А Мы почти пришли Еще бы вход найти Где он тут Ага Великолепно Термо трояна Бани это Деньги помещены В хранилище 48 флоренов Отнесите письмо Макиавелли Который ждет Утерм трояна Не дайте себя Ранить Это что еще За фигня Так стоп Благо мы прошли Виртуальную тренировку Где таки столпами Ложили А последователи Ромула В исторических Источниках Мало сведений О последователях Ромула Мне удалось Выяснить Что это была Секта язычников Отправлявших Свои ритуалы В нескольких Заброшенных Участках Римских катакомб Сектанты Поклонялись Легендарному Основателю Рима Ромулу Которого Согласно Преданию Скормила Волчица Последователи Ромула Верили Что их кумир Был наполовину Человеком И наполовину Волком Видимо Этим И объясняется Их страсть К старинным Одеждам И неумением Вести себя За столом Действительно Ищите Логово Последователи Ромула А у них Есть что-нибудь Кстати Денег У них У всех Мало А Остальное Все заполнено Поэтому Оно у меня Не забирается Сейчас Видимо Нам покажут Гробницу Наверное Они пришли Отсюда А мне Уже Не надо Относить Письмо Макеавелли Который Находится Возле Терм Трояна Видимо Нет Хорошо Пойдем В гробницу Зала Нерона Найдите Светилище Ромула Нужно Пройти Все За 8 Минут А вот И первая Гробница Обучающая Так сказать Для полной Синхронизации Нужно Пройти За 8 Минут Помимо Этого Здесь у нас Присутствуют Флаги И сокровища Для 100% Прохождения Флаги Собрать Нужно Но Они Собираются Один раз И в принципе Записываются Остаются В памяти То есть При повторном Прохождении Гробницы Флаги Уже будут Собраны Вот как У меня Как раз И есть Потому что Я их Уже Собрал А сокровища Респаунятся Вместе С сохранением То есть Они В статистику В общую Не учитываются На них Просто Лежат Всякие Плюшки Там Типа Много Денег И Какие-то Видимо Редкие Ингредиенты Я Уверен Не знаю Но может Конечно Кто-то И умудрился Но Пройти Это Воспоминание На 100% И Заодно За один Пресет Собрать Флаги И сокровища По-моему Нереально Так как Флаги У меня Уже Собраны Сокровища Я все-таки Собрать Тоже Попробую Все И успеть За 8 Минут Главное Нигде Не Зафейлить Так Хорошо Остался Последний Рычаг Нужно Делать Все Просто Идеально Тогда Может Получиться Все Давай Бегом Прыгай туда Значит Вот здесь Слева За углом На вот такой же В колонне Находится Флаг Первый Он у нас уже собран Поэтому Туда мы Заворачивать Не будем Мы пытаемся Успеть Поэтому будем Двигаться Только Вперед Немного Отвлекаясь На сокровище Блин Ну просто Жалко Их здесь Оставлять Их здесь alumnes Вид率 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 U 영상을 Вид率 rium Я Вид率 Или Никит К Вид率 так бегом торопимся здесь как раз нам нужно пойти не в сторону куда нужно идти они могут отвлечься вот на это сокровище сундучок колдакское кольцо надеюсь она ценная давай отца ты сможешь мы все сможем прыгаем полюбезно расставленным статуям именно в том порядке в котором нам нужно вот только вот этих моментов нам не нужно камера зря я начали сказал что она здесь лучше ни черта она не лучше она точно также мешает своими выкрутасы так данном месте если пойти направо вон по тому пути то вон там мы соберем флаг второй походу они подрались из-за сокровия которого за которым я собственно иду так хватит прыгать как сайдак прыгать конечно надо но в правильную сторону они в ту которую иногда указывает камера неправильно я смогу снова забраться сюда да ты знал как камень уронить собственно вон оно еще со еще одно сокровище до которого если честно не сразу догнал как добираться за него кстати из него выпадает целых полторы тысячи а вот и следующее сокровище сразу же здесь и по моему вот это самое сложное место если не знать куда идти сразу можно зафейлить я уже собственно зафейлил тут пару раз нужно все делать идеально так если я упаду это мне пригодится надеюсь не упадешь и и и Так Собственно вон на той колонне справа находился флаг Третий и последний здесь Отлично, тут можно забраться наверх Понятно, давай беги уже Собственно, чтобы до этого флага добраться, нужно вот в этом месте Вот в этом вот, пойти направо Так, собираем сокровища быстро Помидоры, да вы гоните что ли Еще помидоры Бегом, давай бегом Я оставляю здесь фамильные доспехи, одни из лучших в мире Пусть они верно служат тому, кто найдет их Другим почерком Мы взяли их и положили за железной дверью Эту дверь открывает шесть ключей, которые хранятся у шести наших братьев Мы скажем, что это доспехи Ромула И они будут поклоняться им Ну вроде клевые доспехи Эти ключи от тайной сокровищницы Ромула Собственно У меня осталось 4 секунды, я походу провалил задание Нет, слушайте, мы успели Полная синхронизация Достижение золотой мальчик, видимо, дается за сбор всех сокровищ Всех сундуков вот этих вот Последователи Ромула Эти лжеязычники наводят ужас на жителей города Толкая их в объятия церкви Как удобно Именно И я полагаю, что это письмо Доказательство того, что им помогают Борджи Держи Надеюсь, ты сможешь прочесть его Кацо Новый шифр Просто так не читается Для расшифровки нужен ключ Без него ничего не выйдет На войне нужна не только логика Ты же говорил, что у нас есть союзники Так отведи меня к ним Следуй за мной Хорошо, Никола, давай продолжим Наше обучение Основам игры Акведук Клавдия Здесь тоже где-то есть Частицы истины Мы перемещаемся по тоннелям Чтобы не привлекать внимание стражи Но многие ходы завалены Таким образом Можно быстро и без риска Попасть в нужное место Точки телепорта Точки телепорта Понятно А куда нам надо? Сюда, что ли? А мы разве не здесь? Приветствую Приветствую Когда я пойду готовиться к путешествию в Романе Скоро мой народ снова обретет свободу Предлагаю разработать план борьбы с Борджа О, ты думаешь, мы готовы к такой атаке? Си Ты знаешь, куда солдаты Борджа отвели Катерину с форца? Что? А знаешь ли ты, что Борджа захватили яблоко Эдема? Как мы могли потерять яблоко? Значит, ты не знаешь о действиях наших врагов Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать? Вряд ли Наши наемники ведут войну с французами, союзниками Чезары В борделе, который посещают кардиналы, есть наши девушки Но их мадам предпочитает веселиться на балах, а не помогать нам А городские воры? У них есть гильдия? Си Но они отказываются говорить с нами Что ты будешь делать? Заведу новых друзей Достижение – идеальная память Видимо, за стопроцентное прохождение Последовательность 3 – воин, любовник и вор Фабио Арсиньо Год рождения Либо 76-й, либо 77-й Кондотьер Из рода Арсиньо сражался уже в возрасте 18 лет Тогда он принимал участие в захвате Мантепульчано на стороне Сиенца В 1498 году он заключил союз с Бартоломео Дальвиани против семейства Савелли и тогда же женился над Джерониме Борджио, двоюродной сестре Лукреции Поначалу Фабио помогал своим новым родственникам, но в 1499 году, когда Чезаре воевал в Романе, он содействовал освобождению своего друга, заточенного в Тор Динона Видимо, его преданность семейству Борджия дала трещину Когда Чезаре убил Паула, отца Фабио, тот благоразумно скрылся, после чего внезапно атаковал армию Микелетто, но потерпел поражение и ушел в разбойники Папа включил ее в список бандитов, объявленных в розыск До конца своей жизни Фабио продолжал воевать, пока наконец не скончался от ранения в голову в битве при Горильяно в 1504 году Так, это наше убежище, да? Посетите кузнеца, чтобы улучшить свою броню и купить арбалет Нажмите карту Слишком много подсказок Так, что тут у нас открылось? Значит, у нас тут есть сокровище Ромала Понятно, нам нужно будет его обязательно собрать, причем, наверное, даже в первую очередь Точка обзора Еще одно логово... А, подожди, тут сокровище Ромала А тут логово Ромала, видимо, это что-то разное Плюс, по основному заданию у нас нужно привлечь на свою сторону воров, наемников И женщин легкого поведения Ну, понятно Собственно Продолжим мы этим заниматься уже в следующей серии Увидимся с вами на канале S-Play Ставьте лайк, если понравилось видео И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое Увидимся в следующей серии Пока Субтитры сделал DimaTorzok